всем привет с вами луна преддверии нового года я хочу показать вам как при помощи цветовых листьев из полимерной глины можно быстро и интересно декорировать елочную игрушку для того чтобы изготовить елочную игрушку нам понадобится вот такой пластиковый шар любой и разные цветочки листики бутончики из полимерной глины которые у вас остались от изготовления ваших украшений возможно какие-то точки были не очень удавшиеся сюда они все равно подойдут также понадобится фактурная тесьма и мы начинаем работу я беру наждачную бумагу средней зернистости в данном случае наждачный блок и обрабатываю всю поверхность шарика для того чтобы она стала шероховатой далее смачиваем вату либо спиртом либо жидкостью для снятия лака и хорошенько протираем всю поверхность шарика также можно протереть пальцы чтобы не доставать жирных отпечатков на шарики при дальнейшей работе теперь клеевым пистолетом наносим немного клея сбоку на шарик и начинаем приклеивать нашу тесемочку наносим клей по паре сантиметров и приклеиваем то есть намазываем клеем сразу весь шарика понемножку затем лишнюю длину срезаем и еще для надежности фиксируем клеем краешки тесьмы на шарике теперь берем цветочки для начала самые крупные цветочки и листики и примеряем где какие элементы у нас будут находиться если в листиках присутствует проволочка я ее убираю при необходимости снизу элементы немного подрезаю ножницами или ножом чтобы сделать их более плоскими чтобы они сильно не торчали наношу клей пистолет из пистолета и сразу же прикладываю к шарику затем подбираю подходящие элементы и таким образом я приклеиваю к шарику все цветочки листики которые мне покажутся там местными при этом верху я приклеиваю те элементы которые покрупнее а чуть чуть ниже я приклеиваю более маленькие цветочки и листики я приклеиваю декор только на верхнюю часть шарика так как бока у него должны остаться пустыми следите за тем чтобы не приклеить слишком много крупных цветов на одну сторону шарика а на другой оставить мало цветочков иначе он будет у нас перевешивать то есть висеть неровно поэтому стараемся равномерно распределять декор по размеру и по количеству я приклеил декор и теперь делаю имитацию таких подтеков при помощи клеевого пистолета я наношу капельку крупную на боковой часть шарика и аккуратненько веду клей кверху делая слой клея более тоненьким чтобы получать действительно похоже на настоящий подтекки вот так это выглядит я сделала подтеки с двух сторон подождала пока клей полностью высохнет и теперь мы берем либо художественную грунтовку белую либо белую крыловую краску и при помощи кисточки с жесткой либо средней жесткой щетиной начинаем наносить краску на наш декор прикрашиваем тщательно со всех сторон и сверху и снизу чтобы все было покрыто белым цветом ту часть шарик где нет декора который нас расположен подтеки мы окрашиваем при помощи губки для удобства я кусочек губки зажала прищепкой и теперь поступивающим движением наношу его на шарик когда первая часть шарика высохнет первая половинка и удобно будет держать я окрашиваю вторую часть при необходимости я покрываю затем еще одним слоем краски чтобы весь декор был полностью прокрашен когда краска белая высохнет я беру краску темно-синего цвета и снова начинаю окрашивать шарик опять же я окрашиваю его тщательно со всех сторон чтобы он весь был покрыт синей краской снизу между всеми нашими элементами покрываем кисточкой если понадобится будет более удобно то нижнюю часть шарика можно покрыть при помощи губки если краска густая то и кистью будет удобно посмотрите как вам проще и так синяя краска полностью высохла так сейчас выглядит шарик пока еще не очень привлекательно и теперь мы будем проявлять наш рисунок не рисунок а фактурный такой узор который мы сделали на его поверхности я взяла белую крылую краску взяла совсем немножко на кусочек губки чтобы она была практически сухая и теперь вот такими легкими движениями я наношу белую краску на все рельефные то есть выпуклые части декора на края цветов края листьев то есть проявляем все что у нас на шарике рельефные в том числе и подтеки которые мы делали при помощи клея если между цветами губка не достает то берем сейчас немножко краски на небольшую кисть и прокрашиваем там аккуратненько кистью также наносим легко слегка тоненький слой белой краски между подтеками не перекрашивая синий цвет а лишь сделать такой небольшой налет и ждем теперь пока наша краска высохнет краска высохла и теперь я покрываю весь шарик лаком для декупажа если нет такого лака то можно использовать лак для полиэйной глины на водной основе когда лак высохнет можно нанести на шарик блестки для этого я снова покрываю лаком те места на шарики которые я хочу украсить блестками то есть я наношу лак в данном случае на цветы сверху на шарик бока я уже не лакирую нашу слой лака и пока лак еще не высох сразу же посыпаю его блестками посыпаем обильно и щедро так как часть из них не прилипнет лишнее можем сразу струсить а затем когда шарик высохнет уже полностью тогда струсим все оставшиеся не прилившие блестки такой получился у нас шарик оставляем его подсогнуть не можно вешать на елку я думаю что такой способ декора елочного шара является отличным вариантом изготовления уникальной елочной игрушки и утилизации цветов и других элементов из фольмерной глины которые могли остаться у вас в процессе творчества я надеюсь урок вам пригодится подписывайтесь на мой канал и до новых встреч